Всем привет! Это канал Про Цветок, на котором мы рассказываем простым и понятным языком про уход за садами и огородом и помогаем вырастить здоровый урожай. Меня зовут Дмитрий и сегодня расскажу все про пасынкование томатов. Пасынки это боковые побеги, которые образуются в пазухах листьев. И пасынкование это обязательно процедура для томатов, потому что пасынки отнимают много сил и питания у кустов, а также при загущении куста, когда на них много пасынков, то могут возникать различные грибковые заболевания. И в частности фитофтора. К тому же, если пасынки не удалять, то урожай будет более запоздалый и скудный. В зависимости от сорта и от его особенностей проводится различное пасынкование. Что это значит? Например, если вы выращиваете крупноплодные томаты, вес которых более 500 грамм, то удаляются все пасынки. Формируется куст в один стебель. К пасынкованию нужно приступать как можно раньше, когда пасынки длиной примерно 5 сантиметров. Когда пасынки уже большие, то они уже отняли питание у томатов. Поэтому, чем раньше вы приступите к пасынкованию, тем будет лучше. Но бывают случаи, когда мы не успели приехать на дачу, либо не хватило времени, и пасынки выросли очень большие. В этом случае их также нужно удалять. Но можно эти пасынки вовсе не выбрасывать, а использовать как новый посадочный материал. Срезаем пасынки длиной по 20-30 сантиметров, ставим их в банку с водой. Через неделю примерно они пускают корешки, и их можно высадить на постоянное место, например, в открытый грунт, либо в теплицу. Томаты бывают индетерминатные, это значит высокие, и детерминатные, низкорослые. И в зависимости от этого проводятся различные способы пасынкования. У большинства индетерминатных высоких сортов оставляются 1-2 пасынка, то есть эти кусты формируются в 2 стебля. Например, какие же пасынки нужно удалить? Нужно оставить пасынок под первой цветочной кистью, выбрать самый сильный пасынок, остальные удалить. А также можно удалить нижние листья, ведь они соприкасаются с почвой, а это может послужить развитием заболеваний. Пасынки можно удалить несколькими способами. Во-первых, это выламывание пасынков полностью, либо срезка с пеньком. Второй способ более предпочтительный, потому что когда мы оставляем этот пенек, новые пасынки не так быстро образуются. Следующая группа томатов это детерминатные, низкорослые томаты. Эти томаты небольшой высоты, примерно около метра. Вот эти сорта можно формировать в три стебля и оставлять на них по два-три пасынка. Так же, как и в первом случае, оставляем сильные пасынки под первой цветочной кистью, остальные удаляем. Для тех дачников, которые не любят возиться с пасынкованием, не разбираются, как это делать, есть томаты, которые пасынковать не нужно. В первую очередь, это ранние сорта томатов для открытого грунта. Например, такие сорта, как розовый, не пасынкующийся, сорт кроха и монгольский карлик. Вот эти кусты можно не пасынковать. Их высаживают на постоянное место, они дают боковые ответвления, пасынки нормально растут и плодоносят. Перед тем, как приступать к пасынкованию, нужно запомнить несколько простых правил. Не допускайте перерастания пасынков. Удаляйте их, когда они достигнут длины 5 сантиметров. Приступайте к пасынкованию в солнечный день, чтобы срезы могли подсохнуть. Ведь если выполнять пасынкование, особенно в открытом грунте, в дождливую погоду, то в раны может попасть инфекция и томаты заболеют. Также запомните, что пасынки не нужно выламывать, их лучше срезать. И нужно пользоваться стерильным инструментом, чтобы в раны не занести никаких инфекций. Перед пасынкованием также не нужно поливать и активно подкармливать томаты. Лучше отложите это на несколько дней после проведения процедуры пасынкования. А теперь очень важная процедура. Это профилактическая обработка томатов от заболеваний. Потому что, когда мы срезаем пасынки у томатов, удаляем листья, появляются ранки. И они могут служить воротами для попадания инфекции. Поэтому так важно обработать наши кустики томатов после пасынкования. Для обработок можно использовать, конечно, и химические препараты. Но зачем лишний раз пользоваться химией и вредить здоровью? Лучше всего использовать биопрепараты. Особенно хорошо действуют для обработок по листу биопрепараты на основе сенной палочки. Сенная палочка, как симбиотическая бактерия, проникнет в само растение, поселится в прикорневой зоне и будет защищать томаты от различных болезнетворных микроорганизмов. А также улучшать питание и развитие наших кустиков. Обработку томатов после пасынкования провожу примерно через сутки, когда срезы немножко подсохнут. Для обработок я использую биопрепарат на основе сенной палочки. Называется он природная защита. Теперь, кстати, он есть и в жидком виде. Раньше были только в сухом. Почему мне нравятся биопрепараты в жидком виде? Потому что в них уже есть живое начало. И после обработки полезные бактерии начинают очень-очень быстро действовать. Есть, кстати, такой же биопрепарат и в сухом виде. Но там сенная палочка находится в споровом состоянии. И после обработки ей понадобится какое-то время, чтобы активизироваться. Поэтому я использую жидкий биопрепарат. Пользоваться им очень просто. Понадобится 100 мл такого биопрепарата на 10 л воды. И обработку нужно проводить, когда нет солнца. Либо в пасмурную погоду, а лучше всего в утренние часы. Обработку, конечно, можно выполнить и в вечернее время. Однако вечером влага сохраняется на листьях всю ночь. И это, опять же, может вызвать различные грибковые заболевания. Потому что на ночь мы теплицу закрываем, нет циркуляции воздуха. И вот эта влажная среда может спровоцировать ту же фитофтору. Поэтому все же обработку биопрепаратами я предпочитаю делать в утренние часы. Обязательно проведите посынкование. Позаботьтесь о томатах. И они порадуют вас щедрым урожаем. Спасибо за внимание. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»